Всем привет! Меня зовут Григорий Наделяев. Здесь мы рассматриваем эпизоды и факты из жизни Красноярска. Позади лихие девяностые, впереди интересные двухтысячные. За эти десять лет в Красноярске произойдет множество событий, без которых наш город не был бы таким, каким мы его привыкли видеть сейчас. Первое с советского времени чемпионство хоккейного Енисея. Битва между Хлопониным и Усом за губернаторское кресло. Банкротство гипермаркетов «Алпи» и авиакомпании «Кроссе». Но все это произойдет позже. Сейчас же год двухтысячный. Он запомнился красноярцам строительным бумом дорог и квадратных метров жилья, открытием зоопарка «Роев ручей» и самым первым ночным клубом города вместимостью более тысячи человек. Начинается строительный бум. Темпы роста в Красноярске были такие, что город занял первое место в России по возведенным квадратным метрам на душу населения. Больше чем в Москве. Начинают активно застраиваться улицы Взлетная и Весны, Урванцево и Металургов, Молоково и 9 Мая. Еще несколько лет назад в этих местах были просто поля. Сейчас эти районы города называют чуть ли не вторым центром. Конечно, строили и в советское время, и в 90-е, но тогда никто не мог даже представить, что проживая на территории бывшего аэропорта сейчас, будет хватать магазинов, школы детских садов, рабочих мест. После развала Союза архитекторам и дизайнерам развязали руки. Хоть в большинстве своем новостройки и продолжали выглядеть, как скучные советские панельки, но кое-какие изменения глаз начал замечать. Панели ставят не только серые, балконы начинают выкрашивать в разные цвета, а в некоторых районах города появляются элитные здания с огромными квартирами. Через 20 лет в моду войдут квартиры, студии и однодвушки, этажность поползет вверх, а новые районы начнут называть «человейниками». В 50-е годы в районе Красноярского заповедника Столбы для защиты животных от браконьеров открывается живой уголок. Через 60 лет он станет первым зоопарком в России, построенным в 21 веке. И назовут его именем протекающего рядом ручья. Роев от слова «рыть». Все началось с Елены Александровны Крутовской. Создав приют доктора Айболита, она столкнулась с тем, что еще несколько лет живой уголок не признавали официально и не выделяли финансирование. На протяжении долгого времени помогали сами красноярцы и столбисты заповедника. 7 июня 2000 года по инициативе главы города Петра Пимашкова было создано муниципальное учреждение Красноярский парк флора и фауны «Роев ручей». А вы говорите, только фонтаны открывал. Теперь нужно было где-то взять животных. Из заповедника Столбы и Новосибирского зоопарка прибыли два морала, волки, бурый медвежонок буян, рыси, павлины. Ко дню официального открытия в парке числилось 80 животных. Обитателями по большей части были представители местной фауны. Это сейчас парк является одним из символов Красноярска, и там обитает более 7 тысяч различных зверей, птиц и насекомых. А вот во времена открытия теплое помещение было всего одно на весь парк. В нем одновременно располагались и люди, и животные. Летали совы, прыгала сорока. В этом же году открылся памятник известному художнику Андрею Поздееву на проспекте мира. Среди почитателей творчества Андрея Поздеева произошел раскол по поводу отношения к памятнику. Одни его, безусловно, принимали и хвалили, другие категорически отвергали. За год до открытия памятника многие из поклонников Поздеева подписали открытое письмо властям о несогласии с образом Андрея Поздеева и требовали более тщательно провести конкурс среди скульпторов. Но прошло немного лет, и памятник стал не только узнаваемым символом города, но и любимым местом встреч жителей и гостей. И теперь покажите мне хоть одного жителя, кто, проходя мимо, не потер бы нос известному художнику. Сейчас многие уже и не знают, что произносимые рядом слова «планета» и «красноярск» вызывают трепет у тех, кому около 35-40 лет. И уж точно это никак не связано с шопингом, брендовыми шмотками, фудкортом и архидорогой арендой за квадратный метр. Ведь тогда, в 2000 году, открылся ночной клуб «Планета Красноярск». Это ассоциировалось с алкоголем, тусовками до утра, возможностью пообщаться с девочками, а также познакомиться с кулаками их парней. Огромный ангар площадью более 3000 квадратных метров вместил в себя гигантский танцпол, бильярдную, банкетный зал и 4 бара. А за один раз там могло находиться около 1000 человек. И если сейчас в клубах остались громкая музыка и танцы, но добавились стендапы и вкусная кухня, тогда в подобных заведениях можно было встретить огромное количество несовершеннолетних, раздевающихся за бутылку шампанского, а также своего знакомого, которого охранники клуба выбрасывают в лужу просто потому, что он не так на них посмотрел. «Планета Красноярск» проработала как клуб до 2008 года, и с тех пор судьба здания на предмостной площади до конца не ясна. Кто-то говорил об открытии здесь гостиничного комплекса с аквапарком, кто-то о том, что здание выкупило никому неизвестное физическое лицо и планирует снести. Но нам это не особо важно. Такие большие клубы сейчас наверняка не станут окупаемы. Но было бы интересно хотя бы раз сейчас посетить такое место и узнать, чего бы ты к утру приобрел, а чего бы лишился. После развала СССР и дефицита 90-х китайцы сообразили, что граничат с той страной, где люди остро нуждаются во всяком дешевом барахле и не всегда качественной одежде. Особых ограничений для въезда в эту прекрасную страну у них нет. И вот в 2001 году мэрия Красноярска начинает сотрудничество, как это сейчас модно говорить, с китайскими партнерами. Китайский торговый дом. Интересно, что в то время его называли супермаркет. С теми супермаркетами, которые мы привыкли видеть сейчас, ничего общего не осталось. Карта не рассчитаться, кассир не говорит по-русски, от слова совсем. Да и спокойно товар не повыбираешь. Чуть ли не за руки тебя затаскивают в свой отдел в надежде впарить какой-то шмот. Хотя все остальное от супермаркета имело место быть. Скидки и акции – пожалуйста, просто умей торговаться. А на местном фудкорте можно было за 50 рублей купить огромную тарелку риса с мясом. Захотел купить и продуктов, и новый чайник – все в одном месте. И в 2001 году работу этого супермаркета обеспечивало более 3000 китайцев. С каждым годом их становилось все больше. Только вот качество продукции не росло. В декабре 2012 года китайский торговый дом был признан аварийным. Миграционные законы ужесточились, получить работу в России стало все труднее. А таможня стала намного более внимательнее следить за всем контрафактом, привозимым из Поднебесной. Работники супермаркета разбежались сначала по другим торговым центрам, потом по разным лавкам, и теперь найти что-то похожее на китайский торговый дом становится все сложнее. Но благодаря известному китайскому сайту закупиться барахлишком сейчас также не составляет труда. Красноярский краеведческий музей принимал посетителей и в советское время. Музейный фонд постоянно пополнялся, а в выставочных залах хватает места, чтобы разместить лишь 10% экспозиции. В 1980 году директором музея становится Валентина Михайловна Ярошевская. В 87-м она же инициатор масштабной реставрации. Знала бы она тогда, что в эти тяжелые экономические времена реставрация эта завершится лишь спустя 15 лет, в 2001 году. К слову сказать, музей многое пережил, ведь открыт он был в 19-м веке. За такое долгое время накопилось огромное количество экспонатов, и каждая эпоха приносила свое. 40 лет назад вот выставляли письма генсеку Брежневу. Сейчас это, конечно, было бы больше смешно. Сегодня музей насчитывает более 480 тысяч единиц хранения и приглашает посетить не только главное здание, но и музей-усадьбу Юдина, музей-пароход Святитель Николай, литературный музей в центре и мемориальный комплекс Остафьева в Овсянке. Фамилию Ломанов слышали многие красноярцы. Причем как старшего, так и младшего знают одинаково хорошо. Ну и, конечно, всем, кто хоть немного разбирается в спорте, известен красноярский Енисей. Клуб по хоккею с мячом. В 80-е годы Енисею не было равных. Команда стабильно побеждала в чемпионате СССР. Но после развала Союза хоккеисты Енисея не держали в руках золотых медалей вплоть до 2001 года. Сейчас в это сложно поверить, но в 1993 году Енисей занимал 17-е место в чемпионате страны. После такого провала тренерский штаб команды кардинально начинает омолаживать состав. Из Швеции возвращается Ломанов-старший, становится впоследствии главным тренером. В команду вливается его сын. Енисей начинает играть. Год от года поднимаясь по турнирной таблице. Несколько раз выигрывает Кубок России, все ближе и ближе подбираясь к гегемону российского хоккея Архангельскому воднику. В сезонах 99-го-2000-го годов Енисей навязывает борьбу, но в финалах неизбежно уступает архангельским хоккеистам. Кажется, что водник победить невозможно. К сезону 2001 года он пять раз подряд становился чемпионом России. В финале снова играть с Енисеем. Серия из двух матчей. В Красноярске и в Архангельске. За минуту до финального свистка матча в Архангельске при счете 3-1 в пользу хозяев Иван Максимов выходит 1-1 с голкипером водника. Уже в падении Максимов сумел таки перенаправить мяч в ворота. Счет становится 3-2. За 20 секунд до финального свистка. Это поражение Енисея, учитывая домашнюю победу со счетом 2-1, стало для красноярской команды триумфальным и принесло звание чемпионов. Казалось бы, вот, теперь красноярский Енисей – лучшая команда страны. Теперь бояться будут уже сибиряков. Но в последующие годы чемпионом четыре раза подряд станет водник, семь раз – московская «Динамо». А хоккеистам Енисея удастся поднять кубок чемпионов над головой лишь спустя 12 лет. Но это уже другой год и другая история. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова